Всем приятно прочитать о себе хорошее. Администрация челябинского губернатора Михаила Юрьевича разместила заказ на производство и распространение через сайт информационного агентства материалов о деятельности губернатора и регионального правительства. Как именно администрация хочет светиться в публичном пространстве, понятно пока не очень четко. За год это агентство должно опубликовать 700 новостей о губернаторе и правительстве. Там должны быть размещены два интервью в разделе ВИП-интервью. Ну и кроме того, должны быть написаны 100 статей от 2000 печатных знаков каждая в разделах национальные проекты, экономика и события дня. Челябинские чиновники запросили расценки в трех разных агентствах. Вот получилось, что Урал Бизнес Консалтинг готов это сделать за 400 тысяч рублей, Медиа Консалтинг за 240 тысяч, а Урал Информбюро за полтора миллиона. В итоге челябинские чиновники вывели среднее арифметическое и получилось 750 тысяч за весь заказ. Таким образом, каждая новость о Михаиле Юрьевиче губернаторе области обойдется бюджету в тысячу рублей. Сам губернатор, кажется, впервые слышит об этом заказе. Вот что он нам сказал. Не могу даже сказать. Видимо, освещение. Вы позвольте управление, что разнесет заказ. Понимаю, объясню. Надо сказать, что по закону бюрократической машины связаться с профильным департаментом оказалось гораздо сложнее, чем с самим губернатором. Напомним, Михаил Юрьевич – бывший депутат, мэр Челябинска с 2010 года и губернатор Челябинской области. Он активный единоросс. На прошедших выборах Госдома он возглавлял региональный список партии. Кстати, Юрьевич уже не первый раз отличился на ниве захвата информационного пространства. Дело в том, что Челябинская область – это очень неблагополучный регион с точки зрения экологии. Вот в июле прошлого года местные чиновники стали решать эту проблему в интернете, разместив заказ на 360 тысяч рублей. Задача была такая – изменить первую выдачу данных в Яндексе и Гугле, чтобы по запросам, связанным с экологией Челябинской области, первые 10 ссылок были с позитивными оценками. Ключевыми фразами были, например, радиация в Челябинске, авария на химкомбинате «Маяк» или город Карабаш. В Карабаше в июне 2010 года вдруг пожелтели листья и наступила неплановая осень. По мнению экспертов, это было связано с выбросами медного предприятия. Так как понятно, что такие заказы, по меткому замечанию Алексея Навального, должны вызывать бешенство любого нормального человека, то проголосовать я вам предлагаю на другую тему. Недавно в программной экономической статье Владимир Путин предложил выносить на общественное обсуждение все заказы дороже 1 миллиарда рублей. Как вы относитесь к этой инициативе? Это хорошая идея. Надо понижать планку, надо повышать планку, либо последний вариант от обсуждений, система госзакупок встанет. Проголосовать вы можете, используя QR-код, который вы сейчас видите на ваших экранах, либо зайдя на страничку госзакупки недели на сайте tiverein.ru. И на сегодня это все. С вами была Надежда Иваницкая. До свидания. Госзакупка недели